23 февраля здесь царила поистине праздничная атмосфера. Торговые прилавки были украшены шарами. Задушевные мелодии ансамбля казачьей песни «Шумай» поднимали настроение. Идя по рынку, некоторые останавливались, чтобы послушать казачью песню и согреть ею душу. Некоторые, не раздумывая, пускались в пляс. За продукцию кубанского производства выстраивались очереди. Ведь надо и на неделю продовольственный запас сделать, и стол праздничный, как подобает накрыть. Предлагался широкий ассортимент, включая мясомолочные продукты, мед, мукомольные, крупяные, кондитерские изделия, овощи, фрукты, зелень. Коллекцию превосходных вкусов, которая может удовлетворить требования даже очень взыскательных потребителей, самыми разными предпочтениями подготовил Тихорецкий мясокомбинат. А вот магазин колбасы устроил дегустацию своей продукции, выставив 13 видов мясных изделий. Пока производители продавали, а покупатели приобретали товар, девушки раздавали лотерейные билеты для участия в розыгрыше сельскохозяйственных призов. Долгожданный момент наступил в 10.30. Уважаемые жители и гости нашего города, хочется всех мужчин в этот праздник поздравить, пожелать счастья, здоровья, добра, мирного неба над головой и всего-всего самого наилучшего. Призы состояли из авусик с картошкой, луком, яблоками, апельсинами и мандаринами. Также разыгрывались выпечка и мед. Что вы выиграли? Банку меда, повезло. Слышал объявление и с удовольствием пришел. Вот немножко замерз, когда ждал тут организаторов. И, в общем-то, не зря. В качестве супер-призов были поднусы с рыбой, говядиной и свининой. Петр Бражников – один из счастливчиков. Рыба в зелени, 183 номер. Кто у нас победитель? Забирайте. Поднос просто вернуть. Всем привет, кто меня знает. Приходите на свежую рыбу. Кому не было билетов, чтобы зимой не каждому она попадает. Некоторым в этот день повезло вдвойне, поскольку совпали несколько номеров приобретенных билетов. Не думали, что так повезет сегодня? Конечно, не думала. Ну что, получается. А вы всю жизнь не выигрываете? Нет, погнали дальше. А мы не играли никогда. Еще не первый раз в жизни. Бесспорно, такое проведение праздника понравилось всем. Ведь как хорошо, когда утро праздничного дня уже удалось, говорили анапчане. Следующий розыгрыш сельскохозяйственной продукции управление сельского хозяйства Анапы запланировало 8 марта. Надо отметить, что ярмарки-привозы в городе-курорте постепенно благоустраиваются. Пример этому – площадка возле шестой школы. Территорию отсыпали щебнем. Установили ограждение, чтобы не заезжал посторонний транспорт. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.